Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 24 года, в разводе есть ребенок, временно живу с мамой и бабушкой. В разводе уже год чуть больше, начала общаться с мужчиной, чуть младше меня, есть ребенок. Живет за город, до этого находился вообще в другом городе, по работе еще не виделись, только по видеосвязи. Завтра возвращается на выходные и зовет к себе с ребенком. Не знаю как быть, как-то не очень хочется ехать с ребенком на выходные, я не знаю как ребенок отреагирует на незнакомых людей. Незнакомое место. Да и мама, если скажу, он будет против и ребенка оставлять не хочу, не понимаю почему приходится отращиваться у мамы до сих пор. Что-то объяснять, оправдываться каждый раз, слушать лекции и т.д. ищить отдельно, пока нет возможности. Не знаю что делать, чтобы с кем-то встретиться, мне нужно отращиваться и т.д. Сейчас задевает реакция мама, мол, какие гулянки, какие гости и т.д. Ну, в первую очередь, пожалуй, на что нужно обратить внимание, это на то, пожалуй, чего вы хотите от нас, чего вы хотите от психолога. То есть, какой вопрос, какую задачу вы ставите перед нами. На данный момент я бы не сказал, что особенно это понятно. То есть, на данный момент я бы не сказал, что понятно, какой помощи вы хотите. Напротив, я бы сказал, что на мой взгляд, совершенно не очевидно, чего вы хотите от нас, ну вот. Это первое. Второе, на что хочется обратить ваше внимание. Отношения, которые вы выстраиваете с мужчиной, сейчас выглядят максимально, скажем так, поверхностно, что ли. То есть, как будто бы, знаете, ну, слишком вот все быстро, быстро развивается, как будто. Вот. То есть, вы ни разу не виделись, он сразу зовет, ну, как бы, вот, вас к себе с ребенком. То есть, ну, на мой взгляд, это, эм, ну, может быть, такое, знаете, поспешное немножко решение, на мой взгляд, поспешное немножко. Эм, желание, хотя, с другой стороны, эм, ну, если вы хотите, вот, то я не вижу никаких, эм, так скажем, преград для этого. Эм, на мой взгляд, эм, все, что вам нужно сделать, это спросить у мужчины о том, эм, какие условия для вас, например, и вашего ребенка. Ага, ну, эм, там имеют, эм, вот. То есть, мне кажется, что вот это было бы очень полезно в данном случае. Потому что опасаться вы имеете полное право. Но, эм, не попробовать было бы, конечно, немного странно и обидно. Я плакаю. Вот. Поэтому будет лучше, если вы просто спросите у молодого человека, да, как он это видит, как он это себе представляет все. Вот. Дальше. У меня такое ощущение, что вы не, не знаете своего ребенка. То есть, вы говорите, что я не знаю, как он, как он отреагирует на, ну, вот, на то, что, там, на незнакомое место и так далее. То есть, ну, как будто бы вы не знаете своего ребенка, потому что вы знаете, какой у него характер, вы знаете, какие у него особенности. И, соответственно, кто, как не вы, знает, как, как он к этому относится. Вот. Поэтому, если здесь у вас есть, эм, ну, проблема, вот. Понимаете? Понимаете? Бэн? Эм, поэтому нужно, нужно разбираться. Отдел. С тем, что касается, вот, эм, взаимодействия, скажем так, эм, ну, вашего взаимодействия с ребенком. Вот. Ага, дальше, эм, вы говорите о том, что временно проживаете, эм, эм, с мамой и бабочкой. Вот. Ага, временно, это, эм, вот, что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду, говоря, временно. То есть у вас, э, есть, э, четкий план, когда вы будете, э, отдельно проживать. Эм, вы, вы, вы знаете, что вы будете делать? Чтобы жить отдельно или как? Самое, что сейчас, такая, есть ощущение, что об отдельном проживании вы особо-то не задумываетесь, а просто, э, ищите. Ну, вот, в данном случае, в данном случае, эм, в данном случае, эм, мужчину, который мог бы вам помочь. То есть, э, э, сами на себе, по моим ощущениям, вы не полагаетесь. И, на мой взгляд, это тоже является важным моментом, потому что, ну, вы здесь в зависимой, в зависимом положении, эм, скажем так, находитесь. Вот. И, понятно, что, э, вам это не нравится. То есть, ну, не, ну, не нравится то, что вы находитесь в, э, в зависимом положении. Но, что вы делаете, эм, для того, чтобы не быть, не быть в нём, что вы делаете для того, э, чтобы не быть в, э, в зависимом положении, эм, пока что не, не очевидно. Для этого, ну, для этого нужна ваша позиция, для этого нужны ваши собственные цели, э, вот, ваша, э, собственно, направленность. Эм, для этого нужны, нужны ваши собственные приоритеты. Вот. Дальше. А, что касается, вашей мамы. Вы написали, на мой взгляд, э, очень важную вещь. Вы написали, что вас задевает её реакция, какие гулянки, какие э, гости. Эм, ну, нужно здесь поиследовать. Эм, поиследовать то, что был конкретно, что конкретно вас задевает. В этом. Потому что, ну, у мамы, да, э, может быть своя позиция. У мамы может быть своё мнение на этот счёт, ну, насчёт э, того, что вы делаете, а у вас своя. Но вы почему-то хотите одобрение своей мамы. Вот. Эм, пожалуйста, обратите на это внимание, что вы хотите одобрение своей мамы, как будто бы. Вам нужно одобрение её. Из-за чего? Из-за того, что вы себя обесцениваете. Если вы себя обесцениваете, то это в свою очередь. Ведёт к разным процессам. Не очень, не очень хорош. Ах, не очень хорошим, не очень приятным, не очень конструктивным для выстраивания взаимодействия между вами и, например, мужчинами. Следующий важный момент. То есть, то, что вы в разводе, вы развились. На мой взгляд, развод, ну, он вот просто так не происходит. То есть, если развод произошло, значит, ну, были какие-то для этого причины, были какие-то для этого основания. И, что важно, это то, прожили ли вы вот это. То есть, прожили ли вы, ну, развод. А с, ну, своим мужем, бывшим мужем. Понимаете, да? А если вы сами для себя, грубо говоря, как-то остаетесь до сих пор, вот с ним в отношениях, пускай даже таких, знаете, заочных, то есть вы, грубо говоря, уже не вместе, да? Вот. Вы уже, ну, давно не вместе, например. Вот. А всё равно как-то, как-то вот, например, ведёте с ним, допустим, может быть, какую-то беседу внутреннюю, может быть, вас что-то сикатит, может быть, вас что-то, что-то, ну, беспокоит, да? То есть, вот какие-то последствия. Развод это довольно серьёзно. И это всегда было серьёзно. То есть, это никогда не было чем, ну, вот таким, скажем так, простым и лёгким. Вот. Поэтому здесь очень важно быть уверенной в том, что на вас ничего не влияет. давление при принятии каких-либо решений, вот. А сейчас, к сожалению, ситуация такова, по моим ощущениям, вот. Ситуация сейчас такова, что вы как будто бы, ну, возможно, находитесь, вот, я бы сказал, под влиянием того, что вы расстались с своим мужем, ну, развелитесь с ним, в смысле. И это нормально, если вы находитесь под таким влиянием или под таким давлением. Просто это нужно вовремя заметить и это нужно принимать во внимание. Вот. Поэтому, в целом, то, что вы описываете, я бы охотеризовал, как, эм, некоторую, знаете, эм, такую тревожность. Я бы сказал, что вы тревожность достаточно, вот. И в первую очередь это связано с чувством, эм, чувством того, что вы не защищены. То есть, вот, ощущение, что я не защищена, да? Эм, чувство, чувство, что я не, ну, что я не могу, например, себя защитить, да? Эм, довольно сильно может влиять на то, что вы делаете, на то, как вы себя ведете, на то, как вы взаимодействуете с, например, мужчинами. И, в том числе, на то, как, эм, вы общаетесь со своей мамой. Это тоже очень такой, э, деликатный и важный момент. Вот. А если, если на всё это не обращать внимания, то ситуация может достаточно плохо для вас. Эм, развиваться. Вот. Потому что вы будете пребывать, вот, в, ну, в таком состоянии, постоянно, эээ, постоянно неудовлетворённости. Вот. Ну, я не думаю, что это то, чего бы вам хотелось. Поэтому и говорю сейчас, Apple, чтобы вы начинали, эм, рассматривать, эм, вот как раз, эм, свою, свою жизнь. И именно то, как вы живёте. Эм, все более, такой вот, зрёлый повествием. Вот. Не плане того, что, эээ, что-то вам делать не надо, да? Ага. Что-то вам делать надо. Наверняка это было бы как раз не, эм, ну, неверно, наверное, наверняка это было бы, эээ, как раз некорректно. Так. В таком ключе. Рассуждать. 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 Но именно. Говорить о приоритетах своих. Первое. Об уверенности в, ну, об уверенности в себе и самооценке. Во-вторых, а, да, 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 то есть, то есть, во-первых, это, и во-вторых, вот, вот этот момент. В-третьих, то, в чем вы нуждаете сами, то есть, возможности, эээ, возможности по, по реализации, ну, по вашей реализации, если можно так сказать. Да, то есть, то есть, что я делаю для того, чтобы, эээ, сейчас, иметь возможность реали- ну, иметь возможность реализовываться. Что я делаю сейчас для того, чтобы, эээ, иметь возможность, эээ, ну, действовать, вот, эээ, так как, так как я хочу, например. Вот. И, таким образом, эээм, ну, корректируя, корректируя, эээ, вот эти все аспекты, эээ, вы потихонечку, эээ, вы потихонечку, эээ, вы потихонечку, эээ. Будете приближаться к тому самому, эээ, чувствуя защищенности, к тому, к той самой, ээээ, какой-то, стабильности, вот. И к тому самому, эээ, пониманию, вот, эээ, что, собственно, вам нужно. Потому что, если для вас, например, то, что делает молодой человек сейчас, да? Да? А он, как мы понимаем, завез вас на выходные с ребенком. Если для вас это неприемлемо, то вам, эээ, ему нужно об этом сказать. Если для вас это неприемлемо, если вам кажется, что, ну, так не, так не зря, вам нужно до него это донести. Вот. Понимаете, да? А сейчас, сейчас, ну, вот, эээ, как бы, сейчас ничего такого не происходит. То есть сейчас вы не можете этого сделать. Вот. И ваша позиция, она остается, вот, не выраженной, а вам самой. То есть, ну, вы, вы, вы сами, эээ, переживаете ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То есть вам, ну, вам тяжело, вот. Я вас в этом смысле понимаю и понимаю достаточно, достаточно хорошо, вот. То есть мне кажется, что вот проживание с бабочкой и мамой, оно не делает вас, к сожалению, взрослее. Вот всё, мне кажется, основная проблема. Не делает вас проживание с бабочкой и мамой, ну, более, так скажем, самостоятельной. Что ж, что ли. А делает вас, напротив, более зависимым. Особенно, если вы сами никогда не, ну, если вы сами особенно никогда не жили. Скажем так. То есть, ну, то есть, если вы сами своей жизнью, ну, никогда не управляли. Скажем так. Вот. Поэтому мне кажется, мне кажется, что в ответ я вам дал, ну, более чем исчерпывающий. Вот. Больше пока сказать ничего нельзя, потому что нужно больше информации. Самое главное, нужен, нужен запрос. Лучше. Ваш. Ну, ну, нужен, нужен ваш именно запрос. Запрос. То есть, нужно, эм. Вот в этом смысле, да. Нужно, чтобы вы сами для себя увидели, чего вы хотите, какую проблему хотите решать, и тогда, я думаю, что можно будет оказать вам помощь и всяческое содействие, вот, в том, чтобы вот вы начали, например, менять свою жизнь так, как вам хочется, а не, ну, не ждать и не зависеть от мамы и бабочки, от их, ну, настроения, да, какого дела. Вот, вот, пожалуй, то, что я хотел бы вам сейчас сказать. Если вам, скажем так, в процессе, если в процессе прослушивания могу ответить, у вас появилось вот то, что можно интерпретировать как сопротивление, вот, ну, если вы что-то такое вот почувствовали, то я бы сказал, что на этот момент также нужно обратить в таком, в таком случае самое пристальное внимание. Вот, там это сопротивление говорит о том, что вы получаете какую-то вторичную выгоду, от того, что сейчас происходит. даже при том, что вам это может не нравиться. Понимаете, знаете, то есть вот, да, можете себе представить, что вам что-то не нравится, вы хотите это изменить. Но по факту получается так, ну, возможно, что вы имеете какую-то выгоду с этого, и по факту ничего не меняете. Вот. Поэтому, обратите, пожалуйста, и на это самое пристальное свое внимание. Вот. Такой ответ я могу вам сейчас дать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи!